Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 13 июля, Православная Церковь совершает собор славных и всехвальных 12 апостолов. Этот праздник отмечается на следующий день после празднования памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Посвящен праздник самым близким ученикам Господа Иисуса Христа. Это Петр, Андрей, Иаков Зеведеев, Иоанн Богослов, Филипп, Варфоломей, Фома, Левий, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда Фаддей, Симон Канонит, а также Матфей, избранный в число 12 апостолов вместо отпавшего Иуда Искариота. Примечательно, что в отличие от фарисеев и книжников, апостолы были простые люди, рыбаки, до своего призвания не отличавшейся ученостью, богатством или еще чем-то таким, что могло бы послужить предметом похвалы в глазах других людей. Однако дух дышит, где хочет, и именно им Бог доверил эту миссию – быть его посланниками в деле основания Церкви на земле. И насколько важным и значимым событием было избрание апостолов, показывая то, что их призванию предшествовала молитва Христа длиной в целую ночь к Отцу Небесному. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. При этом апостолы были посланы в мир отнюдь не для торжеств и почестей в свой адрес. Исполнившись Святым Духом, они основывали первые христианские общины и совершали чудеса, но не почет и уважение получали они взамен от мира. Вот что о себе и своей миссии говорит апостол Павел. Я был в трудах, в ранах, в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Но как апостолы сами относились к претерпеваемым страданиям? Мы читаем в Деяниях, что когда Синедрион запретил апостолам проповедовать Христа, то они не устрашились властей земных и продолжали свою проповедь. Когда же за это они были схвачены и биты, то пошли из Синедриона радуясь, что за имя Господа и Иисуса Христа удостоились принять бесчестие. В страдании Христа ради апостолы находили для себя высшую радость. Из двенадцати апостолов лишь один Иоанн Богослов умер своей смертью. Апостолы Петр, Андрей, Иаков Алфеев, Варфоломей, Филипп, Иуда, Матфей в разных частях мира претерпели мученические пытки и были распяты. Апостол Иаков Зеведеев был казнен через отсечение головы. Апостола Матфея сожгли на костре в Египте. Апостол Фома в Индии во время пыток был пронзен пятью копьями. Апостол Симон Зилот на Черноморском побережье Кавказа был заживо распилен пилой. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобного Петра, царевича Ордынского-Ростовского, празднуется прославление святителя Сафрония, епископа Иркутского, а также новомучеников и исповедников российских. Священомученика Тимофея Петропавловского, пресвитера, преподобномученика Никандра Прусака, преподобномученика Феогена Козырева, мученика Иоанна Демидова. Совершается празднование в честь Балыкинской и Горбаневской икон Божией Матери. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства. Пусть всемилостивый Господь по молитвам ваших небесных покровителей дарует вам здравие и спасение, и во всем благое поспешение. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!